Ну что, всем снова здравствуйте! Продолжается наш отдых. Сейчас идем на обед. У нас сегодня 30 августа. Сегодня по всей Турции празднуют День Победы во Второй Греко-Турецкой войне. Во Второй Греко-Турецкой войне играют гимн. Вот мы слышали, по крайней мере, в соседнем отеле. В нашем тоже, по-моему, играл. Просто территория близко. Мне очень понятно, откуда музыка льется. Ну, посмотрим. Говорят, что как-то это отмечается. Сейчас посмотрим, что будет. А, вот видите? Ну вот, День Победы сегодня. Это победа против несправедливости, оккупационных сил, бедности и попыток уничтожить турецкий народ. Но, вопреки всему, великий лидер нашей страны Гази Мустафа Кемаль Ататюрк доказал всему миру, что турецкая нация независимая будет оставаться независимой, пока полумесяц и звезда на нашем флаге будут развиваться в небе. Слава Победе! Такие растяжки сегодня. И это главный ресторан. Витамин, протеин. Витамин, фур, фур, протеин, энергетика. Витамин, протеин. Барабулька. Вот такая барабулька здесь. Великам, великам, протеин. Так, у нас здесь дыни, арбузики. Ну, вот смотрите, пока, единственное, вот красные скатерти, пока ничего нет, но вроде как. Вот, это выпечка. Давайте посмотрим, что есть и как раз расскажу. Сказал девушка, что вечером планируются какие-то мероприятия, пока все так, спокойно. Здравствуйте. Это что такое? А, сельди. Угу. Спасибо. Но на обед пока никаких мероприятий нет. Видимо, все основное будет вечером. Конечно, тоже поснимаю, покажу. Но пока давайте просто тогда уж, коли начала снимать, покажу, что сегодня на обед. Так, а, ну вот это нут, я так понимаю. Нут с мясом. Рис. Здравствуйте. Так. Запеченный яганенок. Спасибо. Ага, курочка, печеная курица. Ну, здесь соусы разные. Мне нравится то, что здесь все на русском тоже написано, на четырех языках, прям очень классно. Борщ. Супчик. Супчик сегодня из брокколи. Супчики вкусные. Ой, какие же они вкусные у них, вот эти вот, вот эта выпечка. Не знаю, как она правильно произносится. Борек, барек. С сыром. Это вот, пробовала же вообще просто бомба. Очень классно. Так, что здесь? О, здесь вот, смотрите, сегодня рыба со сливочным соусом. И там даже креветочки добавлены. Это фрикадельки, картошечка, тушеная говядина с картофелем. Вот, сельдерей в горшочке. Говядина в горшочке. Так, и брюссельская капуста в горшочке. Ну, это какое-то уж тушеное, это будет классно. Ух ты, там вот что-то тоже интересное. Просто сегодня думаю, что может какие-то мероприятия будут включить с праздником. Видимо, все на вечер. Ого, окрошка. Ничего себе. Что-то я не ожидала, окрошку увидит в Турции. Здесь плов, картошка запеченная. А, это вот, наверное, корейский, да? Отрое. Корейский, сегодня. Ну, вот разнообразно, каждый день что-то новое. Вот, это выпечка. Рогу из баклажанов. Котлеты, запеченные в духовке. Гречка здесь. Прям вот, ну, почти каждый день гречка. В детском меню гречка присутствует. Картофель-при. Луковые кольца. Ну, вот эти картофельные укропи, это тоже как бы здесь все время. Ну, не знаю, насколько все время. Вот мы здесь второй день, и они есть. Тольяттелло. Так. Ну, здесь такая паста с различными соусами. Болонезовым, я смотрю, сливочным. Здесь у нас что? Здесь куриные крылышки на гре. Ну, и давайте посмотрим, что здесь. Ух ты, смотрите, какие корзиночки. Честно говоря, никогда эти сладости не разглядываю, потому что стараюсь их не есть. Но вот эти, конечно, очень привлекают внимание. Надо попробовать, наверное. Думаю, что от одной корзиночки страшного ничего не должно случиться. Вот. Так, похлопа. Сладости тут. Ну, я считаю, много. Вот, на мой взгляд, достаточно. Очень разнообразные. Вот какие, смотрите, с клубничкой. Это фруктики. Фруктов тоже много. Ну, и на мой взгляд, тоже достаточно разнообразные. Фактически, я не знаю, наверное, есть все, но что. Так, ну, это всякие копчености, нарезочки такие вот. И сырые. И разные сыры. И разные сыры. Салатики. Салатики. Солености. И готовые салаты. Вот. Ну, а пока пойду сама что-нибудь себе возьму, покушаю. И у нас сегодня встреча с гидом. Ну, как бы. Надо сходить. Ну, что. Вкусно покушали. А теперь идем. Здесь есть магазинчики. Которые... В которых, ну, продается такое... Ну, самое необходимое для пляжа. Когда приехали, потеряли у ребенка кепку. Не знаю, куда она делась. Обычно здесь все потерянные вещи отдают на ресепшн. Наши кепки там не оказалось. Может быть, забыли в машине, когда вот ехали сюда. Ну, в общем. Есть две банданы. Ну, хотим еще кепку посмотреть. Не знаю, будет или нет. Сейчас, кстати, тоже поснимаю, что там. И, конечно, объелись, как всегда. Слушайте, ребят, ну, это просто нереально. Я обожаю Турцию. Очень люблю море Средиземное. Но инклюзив для меня тяжело. Я вообще шла с намерением взять салатик. Ну, как устоять, да? Когда... Естественно, корзиночку взяла еще. Еще там чего-то там. Столько вкусняшек. В общем, опять приеду. Плюс. За весь этот карантин, ну, так, ну, для меня прилично набрала. Муж говорит, что все супер, но я же вижу, что не все супер. Ну, отказать себе, ну, буду настраиваться. Сегодня была на йоге. Здесь просто невероятно классная йога. Вот если кто-то поедет, очень рекомендую. Спрошу имя инструктора. Просто сегодня была первый раз, не успела спросить. Девушка ведет очень классно. И была на акваэробике. Она проходила в открытом море. Ну, в смысле, ну, в море. В открытом, я громко так сказала, в море. Здесь вот, ну, вот сейчас, второй день, мы море спокойное. Поэтому было очень комфортно. Конечно, когда волны, ну, я по себе знаю, акваэробикой заниматься не очень комфортно. Вот. Так, мои куда-то потеряли. Сейчас посмотрю, где они. И немножко покажем вам магазинчики. Ну, и пока я иду, расскажу немножко. Значит, что еще? Когда погода комфортная. Ну, вот сейчас час. Ну, конечно, понятно, жарко. Но, наверное, где-то градусов 30. На солнышке, может, чуть больше. Но знаете, что насмешило просто? Вот так похихикали с мужем. Сели в трансфер. Трансфер. Сели в трансфер. И нас сопровождал гид от Coral Travel, Анастасия. Ну, и мы спрашиваем, ну, как погода? Она такая, ой, вы знаете, сегодня первый день ночью было холодно. 26 градусов. Ну, конечно, нас это немножко посмешило. Мы уезжали из Москвы, ночью было плюс 13. На секундочку. Вот. Но, да, вот как бы для местных это такое небольшое, как бы, ну, как сказать, похолодание. Температура немножко снизилась. И комфортно, они сами говорят. Ну, не совсем местные девочки, которые здесь работают. А, вот, кстати, по-моему, магазинчики. Девочки, которые здесь работают, сами говорят, что стало комфортнее. Потому что, вот, ну, вообще август самый жаркий месяц в Турции. Это мы знаем уже давно. Это в свое время с турками разговаривали. И они говорили, что, да, лучше сюда в это время не приезжать. Мы почему и выбрали такой вот период, что конец августа, и вот, чтобы в сентябрь же уходило. Тогда погода становится более такой мягкой, комфортной. Море очень теплое. Вот. Ну, и вот магазинчики. Сейчас посмотрим, что там. Так, вот у нас магазинчики. Здесь пока вот всякие разные такие... А, это нижнее белье, что ли, какие-то халатики. Купальнички. Ой, какая классная штучка. Только она очень короткая. Я бы такую хотела, но она подлиннее. А вот это для деток. Вот. Смотри, Андрюшка, вот такой бы посмотреть. Купальники здесь представлены, можно... Ваня, иди к папе. Всякие вот пеньюарчики. Так. А, и вот пледы, и постельное белье. Ой, текстиля очень много здесь. Полотенчики. Все, пойдем посмотрим тебе кепку. Кепки здесь нет. А дальше, да, магазинчик, вы говорите? Тогда дальше. Пойдем посмотрим. Так, вот здесь. А, вот детский магазинчик. Да, у вас детский? Можно я поснимаю, да? Можно? И детский, и взрослый. А, да. Вот, смотрите, такие есть. Смотрим. Ну, здесь, в принципе, вот для пляжа можно подобрать все. Ой, тоже платье красивое. На пляж ходить. Симпатичные. Для девочек очень есть. Вот такие. А вот такие сколько стоят? Они в номер 25 за 15. За 15? Угу. Вот она маленькая. А вот на него будет такая? Вот, наверное, мы сейчас такую еще посмотрим, потому что, чтобы не обгорело, все-таки жарковато. Для этого она. Вот. Очень мне они нравятся, и мне нравится то, что она с капюшоном. Я до этого видела, но они были без капюшончика, а здесь с капюшоном. Вот. Ну, здесь что посмотреть, очень прикольно. Есть джинсы, есть теплые костюмчики здесь. А, вот еще какой-то костюмчик, я смотрю. Наверное, с шортиками, я подозреваю. Вот. А скажите, сейчас еще спрошу. Вот для малышей, смотрите, халатик какой есть. Купальнички. Ну, то есть, я говорю, то есть, в принципе, вот самое необходимое, что обычно нужно на пляже, можно вот здесь посмотреть. Вот видите, вот эти, у нас, кстати, такое было, мы его дома забыли. Я, честно, даже про него не вспомнила. Покупали давно, два года оно лежит, где-то вот. Так, ну что, прикупила себе Панаму. Ну, не судите уж сильно строго. Ну, так, просто в море, на самом деле, сейчас, вот, прям, некомфортно голове, правда, очень сильно, поэтому решила, ладно. Как бы, все равно это только такой пляжный вариант. Естественно, по городу я в ней ходить не буду, но... Маленькому взяли кепку, потому что потеряли, тоже не знам было. Взяли, ну, правда, взяли в клеточку, наверное, еще и пойдет просто по городу бегать. Вот, и взяли, вот, как они называются, вот эти пляжные платья белые, с капюшончиком. Давно такое хотела ему, потому что видела очень много вариантов, и дома у нас даже такой есть, но они у нас без капюшона. Мне понравилось, потому что здесь капюшон, на него классно село все, поэтому тоже решили взять. Муж от Панамы отказался, и кепку тоже не захотел, и что-то сниматься, короче, он тоже не хочет в этом году, поэтому будете видеть только меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!